Всем привет! Наступили уже последние числа февраля. Московская область. Сегодня хочу сделать краткий обзор семян перца, который буду выращивать в этом году. И в конце видео еще покажу посылка. Мне пришла с Агросимфонд. Там тоже семена и препараты. Видео, начиная с того, что семена буду сеять с 4 по 7 марта. Это даже на несколько дней позже, чем в прошлом году. Кто бы что ни говорил, а весна будет поздней, потому что в средней полосе выпало столько снега, что он тает до конца апреля. Это точно. А рассаду раньше времени в теплицу не высадишь. Даже при условии, что я перцы выращиваю только в теплице, она у меня хорошая, стеклянная, но без подогрева. Обычную рассаду я высаживаю 29 апреля или 1 мая. Примерно в эти числа. Но там я буду смотреть все по погоде, конечно. Каждый год я делаю для себя вот такие списки по каждой культуре. Помечаю примерные сроки посева, какие сорта и гибрида я буду высаживать, и примерное количество по сколько штук. Так делаю каждый год, чтобы не запутаться. Единственное, что я перец острый высаживаю в открытый грунт. Я его высаживаю по 2 штуки в мягкие контейнеры. Пока холодно, держу в теплице, а потом уже выношу в открытый грунт. Начнем мы сейчас с перца. Это перец, конечно же, сладкий, красный, рамира. Выращиваю его уже 4 года точно. Семена, конечно же, свои. Замечательный перец. Именно рамира идеально подходит для свежих салатов и для запекания на открытом огне. Также можно из него же делать подкопченую паприку. И также его можно после запекания замораживать. То есть копченый перчик в заморозке и добавлять его в блюдо. Это идеальный перчик. Мне он очень нравится. Он не толстостенный. Рамира не бывает, у этого сорта не бывает толстой стенки. За это он и ценится. Он очень сладкий и хрустящий. Дальше перец айварский. Выращиваю его, наверное, 3 года. Я уже просто не помню. Он тоже красного цвета. Стеночка у него чуть побольше, чем у рамира. Но он тоже нет такого навязчивого перечного запаха, вкуса. То он тоже сладкий, хрустящий для свежего потребления и для запекания. Он идеален. Его также можно фаршировать и готовить заготовки, лечо разные и так далее. Замечательный перец. Каждый год высеваю, конечно, уже свои семена. В прошлом году попробовала сорт оранжевый горизонт. Он такой кубовидный. Очень красивого оранжевого, такого солнечного цвета. Он более толстостенный, кубовидный. По 250 примерно грамм. То есть крупноплодный такой. Он очень хорошо пошел для лечо. Замечательно. Также цельноплодная его заморозка. Вкусный перец. Очень сочный. Тоже хрустящий. Все хотелось вспомнить, для чего я еще использовала. Для фарширования. Красиво смотрится и в тарелке. И он сам по себе вкусный. Это перец острый. Название я вам не скажу. Именно этот перчик, как я уже сказала ранее, я высаживала в мягкие контейнеры на улицу. Он у меня уже лет, наверное, 5. Название я, правда, не помню. Он очень низкорослый. Примерно в высоту 25 см. Это максимум. Поэтому я его выращиваю по 2 штуки. В мягком контейнере. Контейнер примерно по 14 литров. Замечательный перчик. Он такой очень острый-острый. На заготовке тоже и для сушки. Теперь новинки. Это все семена, все сорта я выращиваю каждый год. Мастодонт. Мастодонт. Это от фирмы Манул. Красный перец. Пишет, что он ранеспелый. И в теплице он вырастает очень высокорослым. То есть, конечно, нужна подвязка, как, собственно, и предыдущим всем практически сортам. Плоды очень крупные, кубовидные. Такие по 300 грамм. И стеночка у него до 7 мм. Очень красивая и картинка, и у него были отзывы красивые, и вкусные, и хорошие. В общем, взяла попробовать этот перец. Красные перцы вот такие темные. Красные мне очень нравятся. Новинка. Это сорт, между прочим. Ну, всем известный гибрид Gemini. Это именно гибрид. Я обычно высеваю только сортовые перцы. Ну, взяла попробовать, потому что его уж больно сильно хвалят. Я его никогда не выращивала. Пишет производитель, что он ультра ранний. Плоды желтого цвета, тоже крупные, до 400 грамм. И стеночка у него до 1 см. То есть, он мало того, что крупноплодный, так еще и очень-очень толстостенный. На лечо хочу попробовать и для фарширования. Здесь всего лишь 5 семян. Дальше. Перец златень. Вот такой. Это я просто вытащила из посылки, которую сейчас вам буду показывать. Это средний ранний сорт. Куст тоже довольно-таки высокорослый. Чуть больше метра. Плоды чуть больше 100 грамм. И стеночка до 8 мм. Желто-оранжевого цвета. Понравился. Это сорт. Пишут. Посмотрим, что за перчик новинка. И также из посылки я уже вытащила. Это перец сладкий кубович. Это гибрид. Ф1. Ранее спелый. Высота куста тоже высокорослая. До метра и выше в теплице. Это все перцы, которые... Высота кустов, которые растут в теплице. В открытом грунте, конечно же, они будут чуть поменьше. Плоды красные. Тоже крупные, толстостенные. Хочу попробовать. Кубовидный перчик. Красивый. Тоже новинка. Так, и сюда же я вам покажу баклажан. Потому что в эти же сроки, с 4 по 7 марта, я буду высевать и баклажаны. Баклажан Валентина. Гибрид. Я в прошлом году его попробовала. Замечательный гибрид. Схожесть была стопроцентная. Мне понравилось, что гибрид пишут как раннеспелые. И что плоды, они, знаете, не такие... Не вширь растут, а больше в длину. То есть они такие и не тонкие, и не толстые. Я не люблю такие бочкообразные баклажаны. А слегка, чтобы были вытянуты. Вот они замечательно плодоносили. Баклажаны я высаживала в прошлом году. Я обычно их выращивала в теплице. Но в прошлом году я их высадила в мягкие контейнеры. По 30 или по 35 литров каждый контейнер. И в каждый я высаживала по 2 растения. Вот. И мне этот способ очень понравился. Я мульчировала эти контейнеры. И выставляла уже, когда пришло постоянное тепло, выставляла их в открытый грунт. Возле теплицы они росли. На колышек подвязывала, потому что они высокорослые. В теплице, конечно, они очень высокие. В открытом грунте высота растения чуть поменьше. Подравились. Ну, конечно же, баклажаны без горечи. Очень вкусные. Семечка практически не ощущается. В этом году не стала набирать сколько-то там гибридов по 10 штук. Взяла просто Валентину и ее только посажу. Мне буквально нужно 8 кустов. Вот так. Нам этого хватает. А теперь давайте я вам покажу посылку, которая мне пришла. Это с фирмы Агро 7 фонд. Так, сейчас я передвину камеру, чтобы мне свет падал хорошо. Вот, сейчас лучше видно. Солнце не так отсвечивает. Итак, посылка мне пришла с Агро 7 фонд. В коробке было наименование всей продукции. Также инструкция по агротехнике, культуре, применение препаратов, которые мы сейчас с вами будем рассматривать. Посылка пришла быстро и упаковано. Как видите, все аккуратно. Начнем с семян. Заказала всего по чуть-чуть. Это зелень, укроп, томат, рубинчик. Вот я его как раз хочу посеять в мягкий контейнер, высадить и выставить в открытый грунт. Мегадор. Это крупный красный помидор. Редис, пинг сюрприз. Томат падишах. Это из розовоплодных крупных. Вот еще посмотрю, может быть, и его посажу. Буду смотреть. Тыква крупноплодная японская принцесса. Пишут, что крупноплодная. На самом деле, я посмотрела, что она максимум до 2 кг вырастает. Огурец родня. Огурчики я уже тоже закупила в основном гибриды. Кабачок цукени грюнталлер. Вот такой. Красивый. Огурчик курносик. Гибрид. Такой засолочный. Томат для внучат. Это тоже гибрид. Мелкоплодные тоже в этом году. Черри выращиваю. Коктейльные тоже. Патиссон барокко я буду высаживать. Это такой желтоплодный. У меня в семье патиссоны, в принципе, никто не ест. Но я их буду выращивать. Буквально два кустика высажу. Это для красоты в баночке с огурцами. Вот захотелось мне, чтобы с зелеными огурцами были маленькие-маленькие такие патиссончики. Буквально на банку 2-3 штучки для красоты. Также из зелени это салат бразильский карнавал. Вот такой красный. Украшать блюдо замечательно. И красиво смотрится даже вот на грядке. Не хуже цветочка. Редис фиолетовая королева. Редис я весь выращиваю ранее в теплице в марте. Огурец усадебка F1. Для консервации хорошо и для свежего потребления. Томат малиновая сладость F1. Красноплодный. Ранеспелый. И томат быстренок. Это тоже ультраранний. Он невысокий. Хорошо его высаживать для открытого грунта. Но это я буду смотреть, что посею. Так, с семенами у меня все. Теперь давайте начнем с препаратов. Препараты это все тоже не для меня. Все, потому что вы знаете, что я пользуюсь только органическими удобрениями. Для этого у меня живут черви-старатели, которые производят биогомус. И препараты мы здесь будем с мамой делить. Большую часть ей. Но я у нее, она приемлеет, пользуется органом, минеральными удобрениями. Поэтому здесь кое-какие препараты это для нее. Но я у нее спрошу отзывы и вам расскажу, как у нее пошли эти препараты. Вот это данный препарат Бронокс. Это я беру только для себя. Это защитный фунгицид против болезни, вызываемых пероноспоровыми грибами. Что мне понравилось в описании, что он идет как системный, так и контактный препарат. Я его буду применять исключительно для лука, которую я выращиваю на головку в открытом грунте. Я в прошлом году показала, что он у меня заболел пероноспорозом. Первый раз в жизни я увидела, что это за заболевание. Конечно, урожай был не тот и хранится этот лук, конечно, не так. Поэтому в этом году буду его обрабатывать. Только для лука в открытом грунте. Хотя этот препарат идет и для огурца, как в открытом грунте, так и в закрытом. Также он идет для томатов от фитофтороза и для винограда. Для лечения винограда. Что мне еще понравилось в описании, что он идет как именно и защитный, и лечащий препарат. То есть, если вы увидели заболевание, можно на первые, на вторые сутки обработать этим препаратом. И он будет являться как лечебный. То есть, культуру можно спасти. Ничего не буду говорить. В этом году буду применять его впервые. Посмотрим, как он себя поведет. И у него третий класс опасности. Это малотоксичный этот препарат. Будем смотреть. Карада уничтожает жуков и тлюм. Применяется на картофеле, как вы видите, от жуков. И против тли. Я взяла против тли. Картошку я особо не выращиваю. Так, несколько кустов, чтобы молодую поесть. Корнестилм. Это стимулятор корнеобразования. Купила, приобрела для мамы. Вот. Я корнеобразователями не пользуюсь. Для черенков. Также для высадки деревьев и так далее. Здравень взяла. Для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов. Турбо. Несколько штук. Вот такой препарат. Значит, здесь это органно-минеральное удобрение, как здесь пишут. И состав, да, все такие самые главные микроэлементы. Азот, калий, фосфор и так далее. Азота здесь 12%. То есть, азот чуть преобладает. Вот такое удобрение. Мама будет пользоваться. Я, конечно, у нее спрошу ее отзыв. Так. Значит, здравень турбо для зеленых культур и капусты. Два пакетика. Вот. Ну, тоже это органно-минеральное. Состав чуть-чуть другой, но так, в принципе. Вот. Крепень. Это чтобы рассада не перерастала. Сейчас покажу. Это тоже для мамы. Посмотрим. Я у нее спрошу ее отзыв. Как ей. Атлант. Это для себя. Это бактерии-помощники. Он вносится в почву. Также он для хорошей корневой развития растений. Декоративных растений. И для длительного цветения. Это биокомплекс с микроорганизмами, которые друг друга не угнетают. Это я попробую обязательно для рассады. Когда буду ее уже рассаживать по рассадным пакетам. Биокил. Вот это я тоже для себя взяла. Попробую для борьбы с насекомыми-вредителями. Вот такой препарат. Здесь и для томатов, и для капусты, и для малины, и для смородины. В общем, от насекомых. Тля, трипсы. Что здесь? Паутинный клейш, белокрылка. Эта белокрылка, слава богу, у меня нет. Но посмотрим. Тля зато есть. Также взяла довольно-таки приличное количество. Это триходерма вериден. Все этот препарат знают. Это здесь находятся споры грибов, которые тоже имеют защитную функцию. Защищают наше растение от заболеваний, улучшают структуру почвы, ну и так далее. Триходерму. Я ее пользуюсь. Пользуюсь в основном в теплице. Также препараты для мамы. Здравин для томатов. Покажу один пакетик. Тоже органоминеральное удобрение пишут с микроэлементами здесь основными. Азот, калий, магний, микроэлементы. Магний, гуматка, натрия не содержат хлора. У мамы спрошу. Надо свой объективный отзыв об этом препарате. Плодостим для роста и плодоношения. Так, это кристаллический порошочек. Вот так он выглядит. Тоже маме дам попробовать. Услышим ее отзыв. Такой препарат уже в жидком виде. Это здравин для рассады цветочных культур, овощных и зеленых. Такой пузырек разводится на 50 литров воды. Это тоже минеральное удобрение в жидком виде. Содержание азота здесь и фосфора, и калия, магния. Ой, практически все одинаково. То есть здесь преобладания какого-то элемента особо нет. Именно вот для рассады. Вот такой препарат. Я хочу себе одну бутылочку оставить и попробовать этот здравин на цветах. У меня в этом году очень много будет фуксии, которые будут выращиваться в горшках. Вот, и хочу попробовать вот эту одну бутылочку. Попробую, не знаю. Вторую бутылочку маме отдам. Пускай она у нее тоже очень много цветов, она выращивает в горшках. Вот, пускай она вторую бутылочку попробует. И я попробую и расскажем вам, что за препарат. Расход вообще небольшой. 2 мл на 10 л воды идет. Каждые 10-15 дней удобрять все культуры. Но я буду вот для цветов. Посмотрим. Одну бутылочку себе оставлю. Так, ну здесь уже у меня ловушка клеевая для выявления отлова белокрылки. Все знают эти ловушки. Они с желтого цвета развешиваются в теплице в основном. Или когда вот вы выращиваете растения на подоконнике. Допустим, у вас завелась мошка, вот эта противная, земляная. И хорошо, вот эта, конечно, ловушка работает в теплице. Честно сказать, такой ловушкой, именно вот такой, вот такой, я ни разу не пользовалась. Слава богу, у меня белокрылки нет в теплице. Но в этом году хочу повесить. Ну, посмотреть, что у меня в теплице творится. Может быть, что-нибудь да прилипнет. Попробуем. Это безопасный и эффективный способ уменьшения численности белокрылки, как только она появится в теплицах. Желтый цвет ловушки отражает свет на длинные волны, которые привлекают насекомых. В клеевом составе ловушки не используется яда. Она абсолютно безопасна для человека и домашних животных. То есть при нагревании, видите, она не выделяет никакие пары вредные. Посмотрим. Я обязательно попробую, себе оставлю. Также атлантбактерин, бактерии-помощники, здоровые растения и почва. Бактерии я вообще все очень люблю. Я пользуюсь в основном, конечно, это сияние 1, 2, 3. Но вот эти бактерии я буду пробовать первый раз. Это микробиологическое удобрение. Оздоравливает почву, повышает плодородие, укореняет и подавляет. Искореняет и подавляет вредную патогенную микрофлору. Позволяет получить здоровые и сильные растения. Экологически безопасны, полезны для здоровья и урожаи. Это новый комплекс, в котором все формы микроорганизмов работают предварительно, не угнетая друг друга. Вот так вот. Значительно увеличивает урожай. Можно вносить в грунт путем опудривания. Также можно опудривать лук-сивок и разные луковичные. Также овощные, зеленые, цветочные, декоративные культуры. Также горшечные цветы и рассада. В почву опудривать, перемешивать и высаживать уже культуры разные. В этом пакете 20 грамм. 20 грамм, если так примерно брать, это на... Если это горшечной культуры, 20 грамм идет на 130 литров. Или 20 грамм идет в открытом грунте на 20 килограмм земли. Я так понимаю. А, на 20 килограмм, допустим, если это луковичные. Это предпосевное опудривание. Вообще здесь нужно почитать. Ну, с бактериями легко работать. Они в виде порошочка. Или я обычно всегда просто посыпаю в землю и перемешиваю. Самый легкий способ использования таких бактерий. Все, посылка пустая. Вот такая у меня посылочка от Агросимфонд. Все, что уйдет к маме, обязательно я спрошу у нее отзыв. Пускай делится своим впечатлением. А я поделюсь с вами своим впечатлением. Сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал и всем пока.